Мир Денти Вы, наверное, заметили, что последние несколько передач мы вам рассказывали исключительно о русифицированных играх на приставке Денти. Не удивляйтесь, таких игр в Доме Денти просто погонно, и мы постараемся рассказать о них обо всех. А сегодня вы узнаете об игре «Морской бой». В программу картриджа заложено три игры. Логическая игра, игра на развитие реакции и обучающая игра. Первая — это «Морской бой». В самом начале игры вам предстоит выбрать противника — человека или компьютера. Если вы выбрали компьютера, то вам еще предстоит выбрать уровень сложности. Теперь, когда выбор сделан, вы можете начать игру. Расставьте свои корабли и бомбите неприятельски, и, быть может, вы разгадаете тактику соперника. Вторая игра — это «Математический бой». Игра заключается в том, что вам задается пример и четыре варианта ответа в виде летающих тарелок, которые опускаются с большой скоростью, а значит, ловкости и хорошей реакции требуется очень много. И, наконец, третья обучающая игра — это «Калькулятор». Чем она интересна, так это то, что компьютер может решать примеры с восьмизначными числами. Если вам понравился этот картридж, то не теряйте времени. Зайдите в «Дон Дэнди» и купите его. Дэнди — новая реальность Ну что, владельцы Sega Mega Drive 2, я сто процентов уверен, что в «Дюну 2» вы уже переиграли, и вам захотелось новой стратегии. И она появилась. И название этой игры — «Вормс». Итак, смотрим, что она из себя представляет. Sega'овские черви — ну и точная копия нинтендовских, а это значит то, что владельцы Mega Drive'а нисколечко отделены. Остались все старые прибамбасы, бомбы, гранаты, динамиты, базуки и прочая боевая экипировка. Некоторые из вас, наверное, сидят у своих телевизоров и думают, что это он им лапшу на уши вешает про каких-то червей-убийцах, для тех, кто этой игру в первый раз видит кратенько пыль с ним. «Вормс» является самой настоящей боевой стратегией. Здесь он предстоит управлять крохотными земляными червячками, которые у него жены всевозможным оружием, и стараются везде и всегда его используют. Поля из игры напоминают мельминские. И сами же червячки от них мало чем отличаются, разве что враждебностью. Развитие боевых действий «Вормс» разбито на почередные ходы. Во время очередного хода управление картами с червячкой передается вам в взводе по кругу, и каждый из них может сделать только одно действие. Также хочется особо заметить, что в эту игру можно играть четверо одновременно. Ведь для этого никакого переходника не нужно. Все, что от вас требуется, это просто. После своего хода передать джойстик приятелю. Можно вечно говорить про эту игру, но лучше всего в нее поиграть. Наконец-то мы добрались до приставки Super Nintendo. И сегодня вы узнаете об игре «Данки Конг». Первый? Нет. Второй? Нет. Третий? Да. Я уже вижу ваши удивленные взгляды. Хочу сразу сказать, да, такая игра есть. И сейчас вы о ней узнаете. Итак, Дикси Конг Дабл Трэбл. Король Кремлингов вернулся. Оказывается, его не загрызли акулы. Он уплыл на своем корабле. Спустя год снова набрал огромную армию Кремлингов и возник у берегов владений Данки Конга. Темной-темной ночью он выслал диверсионный отряд, который похитил Данки Конга и его верного помощника Диди. С блеском провернув данную операцию, король Кремлингов бросил все свои силы на беззащитную страну и был стопроцентно уверен, что уже никто его не остановит. Но в одном злой король просчитался. Он забыл про Дикси Конг. Умудренная опытом, набранным во второй части, она решила противостоять захватчикам. Но понимая, что одна не справится, взяла себя в помощники племянника Фанки Конга, этакого бугая-качка без единой и звери в мозгу, Киди Конга. Система уровней очень отличается от второй части. Здесь вы можете пойти в любое место на карте, даже если там не располагается уровень. Да и сами уровни очень отличаются. Во-первых, очень изменилась графика. Она стала гораздо лучше, даже можно сказать более объемнее. Во-вторых, сам уровень можно пройти несколькими путями, пользуясь либо обычной дорогой, либо секретными путями, или же по различным сокращениям. В-третьих, количество уровней ней значительно увеличилось. Вот посчитайте сами. Вся карта состоит из огромных этапов. Эти этапы, в свою очередь, состоят из множества уровней. А сами уровни, к тому же, еще и состоят из подуровней. Сложили? Что глаза на лоб полезны, я же говорил. Так же, очень важен выбор персонажа. Дикси более юркая, выше прыгает и умеет летать. А Киди славится точностью стрельбы. С такой легкостью кидает огромные бочки, что кажется, будто они сделаны из картона. Вы, конечно, помните, что во второй части на острые ввели деньги. Так вот, их не отменили, а даже добавили новые валюты. Это медвежатники, не спутайтесь с одной профессией. И птички, и бонусные монеты, и многие другие. Остались, конечно, и монеты Данки Конга. Кстати, пару слов о бонусах. Они бывают двух видов. Это обычные бонусы, которые спрятаны во всех уровнях, а также бонусы, которые спрятаны на самой карте. И, конечно же, никакая игра не обходится без самого главного. Без боссов. Они здесь просто настоящие маньяки. Видит, даже самая первая босса приводит ужас. Я уже не говорю о короле кремлингов, с которым вам предстоит схватиться с конца игры. Остались, которые спрятаны гораздо больше. И даю гарантию, что вы их раньше не видели. Это кремлинги новой породы. Осы, рыбы, двойники, крысы, которых очень боится слоненок. Кто такой слоненок, спросите вы. Это один из хороших парней, который будет помогать вам на протяжении всей игры. Также он будет помогать рыба, медведь и другие существа. Кроме друзей, существуют всевозможные переспособления, которые просто помогают вам преодолеть препятствия. Об этой игре можно говорить очень-очень долго. Но я просто скажу, что Donkey Kong 3 является достойным продолжением. И для Суперненда эта игра является верхом совершенства. Итак, настало время подвести итоги прошлой, я бы даже сказал, позапрошлой викторины. Вот у меня в руках находится лист с именами претендентов на победу. Зачитываю. Павел Баркус, А. Казанцев, Евгений Боровиков и Александр Мазур. Ребята, я вам предлагаю прийти в эту среду в 18.00 в ДКМ на чемпионат Дэнди. Там вы разыграете свою грамоту победителя викторины. А для других небольшое замечание. Дело в том, что правильных ответов было немножко больше. Но мы не смогли правильно прочитать ваши фамилии и догадаться, какие у вас были имена. Пожалуйста, на ответах на викторины пишите ваши фамилии более четче и имена пишите полными. Представьте себе наш мир через 200 лет. Земля перенаселена. Человечество вынуждено осваивать космос. Но и тут он сталкивается с рядом неожиданных проблем. Вот какое будущее предлагает нам игра Кричи Шок. Именно об этой игре сейчас и пойдет речь. Итак, давайте сделаем шаг в неизвестный. 2123 год. Из-за перенаселенности Земли человечество пытается колонизировать планеты Солнечной системы. Корабли-разведчики направляются к спутникам Марса, Юпитера, Сатурна. Один из них под командованием удивительной девушки на пути к третьему спутнику Сатурна встречается с живым астероидом, который опутывает корабль своими щупальцами и проглатывает его. В космосе остается мигающий маяк с видеозаписью прошедшего и призывом о помощи. Послание достигает одной из земных станций, и вас, испытанного в боях космического рейнджера, отправляют на спасение девушки. Первая миссия потребует от вас прекрасного пилотирования космического корабля. На пути к следованию к Сатурну предстоит расправить на атомы не один десяток инопланетных кораблей, проскочить сквозь минные поля и подорвать огромное торжество. Вторая миссия. Просто сказка по сравнению с первой. Хотя нет, скорее всего, фильм ужасов. Ваша нога вступила на корабль чужих. Теперь вы сами отвечаете за свою жизнь. Огромные блуждания пацкому кораблю, перенаселенными монстрами. Такое и в страшном сне не приснится. Того и гляди, какая-нибудь тварь выскочит из-за угла и вцепится в горло. Немного о компьютере, встроенном в шлем в правом нижнем углу. Электронный компас, как и всегда, дает направление для передвижения. Но особо на него не надейтесь. Заплутайте в лабиринте. Очень легко. Затем идут индикаторы бомб. Очень полезные штуковины, но, к сожалению, их всего три. Приберегите их для схватки с боссами. Правый индикатор выдаёт информацию о защите вашего костюма, энергии монстров и заряде бластеров. Будет огромная ошибка рассказать вам о дальнейших приключениях. Вы испытаете это на себе и переживёте ужасы сами. Хочу отметить высокий профессионализм программистов, которые сумели создать этот шедевр с великолепной графикой. Музыка не на отлично, но всё же задаёт настроение игроку. И главное, не забудьте. Попасть в музей и чудовище не главная задача этой игры. А теперь традиционная рубрика Хилл. Сегодня, как всегда, будут секреты для игры Mortal Kombat 3, правильно, Ultimate. Сегодня будет Brutality, Fatality, а также кое-что новенькое. Сегодня вы узнаете, как выбирать Смока из второй части. Brutality Single X, B, C, B, C, Z, B, Z, C, B, A. Fatality Milena. Три раза назад, вперёд, C. Выберите Смока из третьей части и на экране выбора сложностей зажмите все шесть кнопок. Ваш боец превратится в Смока из второй части. Этот же трюк можно проделывать, если вы играете с друг другом на экране ввода паролей. Но вот, к сожалению, наша передача и подошла к концу. И, как всегда, традиционные три вопроса. Вопрос первый. Сколько игроков может играть одновременно в игру Worms на Sega Mega Drive 2? Вопрос второй. Чей голос рассказывал про игру Critch Shock на Panasonic 3D? И третий вопрос. Как правильно называется Killer Instinct на Nintendo 64, который находится в доме Дэнди? И на последок сообщил вам радостную новость. Что в доме Дэнди поступило такое огромное количество товара, что даже самый требовательный покупатель найдёт то, что искал. Мы не будем прощаться по-русски. Мы простимся молча, по-английски. Дэнди поступил. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok